Check out this epic drop! Карта средних размеров, средней сложности Карта подойдет также Для mail версии На карте имеется один гараж, который закрыт Заправка, 4 пилорамы Один лесоповал с автоматической погрузкой Две ручные точки погрузки На лесоповале Две машины плюс четыре слота Две первые с ремкой понадобятся Критику оставляйте в комментариях Буду рад почитать Скидывайте скриншоты всем мир Так, ну что ж Первые два автомобиля мы с вами трогать не будем Хотя я не понимаю, зачем Два автомобиля с ремкой на спаме Ну я думаю, мы в последствии обзора разберемся Вот И давайте, наверное, в таком случае Возьму я Ну, скачал я, значит, мод ГАЗ-66 Шаман от Грегора 24 Рус Ну, а этот, наверное, КамАЗ Я менять не буду, так что давайте Оставим все как есть В таком вот исполнении, пожалуй, и прокатимся по этой карте Так, ну вот, мы с вами, собственно говоря, заспавнились Вон наш ГАЗ-66 Шаман Ну, естественно, он без аддонов КамАЗ, кстати, тоже без аддонов Ну, я даже не знаю, с чего бы и начать Вижу, что, в принципе, достаточно здесь все чумаза Смотрел миниатюру на STMods Да и в открытом уже видим Такое ощущение, как будто Карта сделана из четырех кусочков Такое, знаете, соотношение четырех рефов на одной карте Вот, ну не знаю, на самом деле, так оно или не так Вот, и Сейчас мы с вами это все проверим Посмотрим Ну, хотя, фиг его знает Реф, наверное, не отличишь, если они разные все Так, ну Значит, здесь вот По традиции уже, наверное, буду зачитывать незначительные такие комментарии Тут их всего два На сайте STMods, которые были мной обнаружены Карта красивая Местами грязь, местами много Понравилось Автору спасибо Ну, и также вот еще один комментарий Лайк за старание Но качать не буду Чудесно Чудеса просто Ну, а по количеству лайков и дизлайков Значит, 11 лайков 6 дизлайков Непонятно пока еще почему Но, естественно, мы опять же с вами разберемся Почти 2К просмотров И Скачало 336 человек Но это на то время, когда я записываю обзор Вот, ладно, давайте, наверное, уже начнем Время тикает Естественно, чем дольше мы здесь волохаемся Тем быстрее наступит ночь Давайте посмотрим, что у нас здесь вообще с Уралом Может быть, он Более актуален 135 литров А в Кразе сколько? 165 литров Ну, я даже не знаю, что лучше выбрать Давайте, ладно, все-таки, наверное, на Урале прокатимся Мне кажется, он более шустрый Вот А по доп-слотам, которые здесь стоят Ну, в принципе, если в процентном соотношении Топливные баки Так же, так же, в принципе, все Так же все здесь и присутствует По полбака, грубо говоря, накапано В эти машины Так, 4320 где-то наш Вот он Поехали Ну, вижу, что грязь сделана хорошо Грязь красивая Грязи немало Вот, что-что Вот я наблюдаю, что грязи здесь немало Где-то у нас точка разведки здесь Ну, как сказать, здесь Ну-ка, а здесь вообще в другую сторону где-то поехать вообще можно было? Ага, ага А, это у нас вот такую Ага, понял Все, понял Куда ехать Надо поехать направо здесь Едем, значит, направо Ну и вот она у нас, собственно говоря Первая точка разведки Посмотрим, что она нам даст Что она нам покажет Что интересного А может быть и неинтересного Так, ну Вау, нифига себе Крем-85 Зачетно Молодец, автор Как говорится Погнался за авторскими правами Так, ладно Давайте доедем до лесоповала 4320 тут в каком-то исполнении стоит Фиг его знает Обязательно надо это все дело проверить Прямо движемся по этой дороге Никуда не сворачиваем И мы в Аккурат с вами попадаем К этому Уралу А по заправке, кстати Заправка Вот она, заправка Где-то здесь она расположена Ну, фиг его знает Возможно, какими-нибудь Зигзагообразными методами Мы попадем на эту заправку Потому что полбака Они, честно говоря Не внушают мне доверия Все равно буду стараться Экономить Отключать полный привод Дефренциал Чтобы не расходовалось Большое количество топлива Отличненько Здесь забираемся на гору Ландшафт очень красивый, кстати Вот здесь Очень даже хорошо Автор все продумал Вполне такие проезжабельные дороги Вполне проезжабельные подъемы На повышенной передаче Дефолтный Урал С ним исправляется идеально Пока косяков, ребят Мною замечено не было Ой, ой, ой Подлагивания какие-то На карте использованы Не знаю Ну, дополнительные статические объекты Да, использованы Я, в принципе Там на начале спавна даже Это было видно Вот здесь у нас грязь пошла Давайте Подсобим маленько Так скажем, да Вот, преодолели мы эту грязь В принципе, грязь не глубокая, ребят Машина едет очень комфортно Вот Нашел я, кстати, один из Уралов Вот он здесь стоит С гаражными частями причем Ну, я так предполагаю Что один Урал у нас будет здесь Здесь стоять с гаражными частями Второй Урал где-то будет стоять в другом месте Ну, или не Урал, я не знаю Как он стоит Может быть и Крас Значит, Уралом ремонтируем Урал Вполне возможно, что Красом будем ремонтировать Крас Может быть и такое Не могу исключить такой вариант Давайте подъедем Ну, скорее всего, ремка ему требуется Да, абсолютно верно Мало того, что ремка, так еще и топливо Ремкаем его, соответственно А по топливу Блин, ребят, за топливом Я так предполагаю Нам еще надо ехать Знаете, что я сделаю? Я, пожалуй, возьму на буксир Этот Урал Все-таки на буксире он будет ехать И, соответственно, меньше затрачивать топливо Буду стараться им поменьше подгазовывать Может быть, от этого Мы меньше потратим топлива Так, автомат врубаем Я думаю, здесь на автомате спокойно поедем С горы, тем более Несмотря на то, что здесь грязь Красивая карта Вот на самом деле Соглашусь полностью с комментариями Которые были мной зачитаны С сайта SDMOS Что карта действительно красивая Видно, что автор потрудился над ней Так Ужицы пошли Да Врубим повышенную передачу Еще ни разу не подгазовывали Уралом В принципе, смотрите Дефолт Тачит дефолта И, в принципе, особо не напрягается Относительно Главное, за деревья не цепляться И будет вообще шикарно Давай-давай, вытягивай его О, отлично Выехал Можно автомат В этом-то Урале у меня тоже Как бы топлива не совсем Так много, как хотелось бы Я думаю, стоит притормозить Посмотреть на меня и тут Вообще, что у нас Как А, ну мы к заправке с вами Сейчас подъедем, да Единственное, я думал Мы как-то вот здесь вот так Через лицеповал проедем Нифига подобного Ну ладно Поворот здесь у нас Вот ему заправка Не то там какая-то Кольцевая будет дорога А, вон я уже, в принципе Цистерночку вижу Вот берем здесь правее Сейчас, ребята Отшу, подзаправлю Гаражные части И брошу Здесь ремочный Вот этот дурал Не вижу смысла В нем Вообще дальше на нем ездить Ух ты, как здесь Красивенько Все оформлено Ну, единственное, конечно Здесь, знаете Такая прям вот Она очевидная низина Можно было здесь Маленько под чумой А так, в целом Очень даже неплохо Пересаживаемся Вон, мы даже топливо Это не потратили Можно сказать До заправки Я считаю Вполне вам Реально доехать И на одном Урале Вот этот С гаражными частями Без всяких сцепок Я просто перестраховался По карте ранее не ездил И чтобы не было Никаких недоразумений Так скажем А как же мне туда-то проехать? Может быть я какую-то просеку Проехал Или еще что-то Трудно сказать На самом деле Я так думаю Пора выдвигаться мне Хотя нет Не буду я пока Никуда выдвигаться Или все-таки Выдвинуться Давайте Я думаю Да Пора выдвигаться мне На 255 Ориентир Сразу Прямо Сюда Ставлю Чтоб Как говорится Не заглудиться Ну очень красивая грязь Здесь вот прям видно Болоце такое Классно сделано Офигенно конечно Засандалились Смотрите-ка Не проедем Мы здесь так Рьяно Как хотелось бы А заправок Сколько? Одна Да по-моему В описании было сказано Кстати карта Не максимальных размеров Вот И вы кстати В этот раз Она Не колбасообразная Как предыдущие карты От данного автора А квадратная Вот Мне лично нравится Вот это исполнение Данной карты Впереди у нас брод Сейчас попробуем Его преодолеть Посмотрим Насколько это вообще Возможно Или невозможно Так Каменистое дно Я так предполагаю Она здесь ожидает Ну На повышенный Пробуем проехать Так Мы уже засели Ну то что я сюда Поехал на Кразе А не на Урале Это я точно Знаю что я правильно Сделал Краз он Все таки Более проходимый Ребят Я по-моему Застрял Перебор здесь Как же С камнями Проехать здесь Не так комфортно Как хотелось У меня просто Машина Отказывается Ехать Я не знаю Как здесь Проехать Вообще Назад Едет Вперед Вообще Просто Ну не хочет Никак Просто там Уже видать Сказывается Глубина Воды Соответственно Сопротивление Другое И машина Не хочет Скакать По камням Под водой Я не знаю Кто на чем Здесь проезжал Ребят Но 255 Что-то как-то Не хочет Здесь ехать Или едет Или не едет Вроде бы едет Да Да Волоховица Там соответственно Едет Камней здесь Многовато Да Я не знаю Как здесь С бревнами Вообще едется Если честно Откровенно говоря Может быть Здесь есть Какие-то Более Такие Вот Там вот Мост По крайней мере С той стороны Мост Может быть Через тот Мост Будет Более Проще Проехать Нежели Испытывать Судьбу И рваться Вот в этот Брод Ну Все зависит Еще от того Кто на чем Проходит Карту Для дефолта И модов Приближенных Дефолтным Настройкам Конечно Будет Здесь Несколько Трудновато Тем более Там с погрузки Там Аля на 6 Очков И с 4 Я так думаю Тоже будет Не так просто Проехать Потратил Достаточно Большое Количество Топлива Преодолевая Этот Брод Честно говоря Меня это Абсолютно Не радует Тем более Что заправка Вообще В другой Стране Мне Каким-то Образом Надо найти Гаражные Части Второй Автомобиль С гаражными Частями Чтобы Блин Еще один Брод Обалдеть Вот это Попадос Блин Попадос Втройне Вот я Даже Как Сказал Офигеть Ребята Мы Вот сюда Попадаем С вами На мост И встречаемся Здесь я так понимаю С Уралом Да Просто шикарно Вообще Просто Я если знал бы Я бы сюда не поехал Вообще не понимаю Смысл в этом броде Проще Ведь по моему Вот так проехать Может быть Я бы не открыл Миниатюру Может быть Я упустил Какие-то дороги Не знаю Ну Тогда смысл Вообще В этой Кренделяврине Когда можно Проехать чуть больше Но При этом Затратить Меньше топлива Потому что В этом броде Застрять Можно просто Настолько Серьезно Что Потом Пожалеете Вообще Что Мы поехали Через эти броды Но вот этот брод По моему Более Такой Лояльный Хотя Хрен его знает Что я по моему Опять застрял А нет У меня просто Пониже Не подкнулось Да нет Ни хрена Он не лояльный Ребят Машина едет Но туго Очень много Камей На дне Ай Повышенная Не воткнулась Ну ладно Потихоньку Полегоньку Я думаю Проедем Конечно приятно Что автор Нам дает Право Выбирать Ехать По длинному Пути Как бы без проблем Да Или же ехать По короткому пути Но Ну как сказать Смотрите По короткому пути Ха-ха-ха Вон какая лужа Здесь от души Такая Налитая Но на повышенной передаче 255 преодолевает Эту лужу Очень комфортно Без потери скорости Без каких-либо Пробуксовок Интересная Интересная карта Очень красивая Так Что-то я тут С топливом Раскарахорился Еду и не жалею его Вот я не вижу Смысла в ремке Абсолютно Причем не вижу смысла Так Сколько у меня здесь 200 ремонтных очков У меня здесь еще осталось Поехали здесь На этой машине Разгнать Просто не вижу смысла Даже если я встречу Очередные гаражные части И они будут поломаны Даже если так оно случится Все равно, ребят Мне 200 очков Ремки Вот в этом Урале Хватит Просто слегка Для того, чтобы Отремонтировать любую машину Ну не полностью Ну не полностью, конечно Но тем не менее Направо Ехать как бы по этой дороге По-любому придется Потому что Здесь у нас стоит Урал Соответственно Мы продолжаем путь Без каких-либо бродов Уже поедем комфортно Вот там, ребят По мосту С полными баками топлива При всем при этом Ой, меня Урал почти догнал Да? Как говорится Почти не считается Красивая текстура дороги Позаимствована По-моему С карты Всех и 19 рус Кстати Эта текстура дорог Уже Кремом была ранее Кремом 85 Ранее была использована В принципе Сейчас можно и подгазовывать У меня там полные баки Блин Ты главное Не сломайся Раньше времени Хороша дорога Хороша Конечно Безумно хороша Полным ходом Идем, ребят Очередная точка разведки Не может не радовать Потому что Что-то точек разведок Как-то мало Я повстречал Еще на своей дороге И ехать Честно говоря Как-то не особо Вообще понятно Куда и зачем И как Да, ребят Как я и предполагал Вот эта вот дорога Через два брода Она Немножечко Как по мне Наверное Все-таки Несуразна Проще проехать Проще проехать По-моему Вот здесь Гораздо проще Может быть Конечно Есть подъемы Такие Но Естественно Немножечко В виде В виде дополнительного Давайте Одна Одна Ремочная машина Более чем Достаточно Для того Чтобы Открыть Гараж Давайте Еще Немножко Назад Встал Ну вот И теперь Мы уже С четырьмя Очками Гаража Сюжетность Неплохая На самом деле Классно Придумал автор Относительно Открытия Гаража Как бы Да Уже Не первый раз Такое Ищем Гаражную Телегу Но Тем не менее Сделано Хорошо Задумки Хорошие Здесь У нас Мост Офигеть Хороший Мостик Хорошая Речка Вот это Да Бездонная Река Или что Что-то Она Как-то Да Видите Она Как Получается Квадрат Прорисовывается Слишком Глубокая Река Поэтому Поэтому Спинтар Вот так Все Это Дело Отображается А здесь Грязь Какая Пошла Хардкорная Ну Блин Ребята Гаража Осталось Буквально Рукой Подать Но Произойти За это Время Может Все Что Угодно Дороги Как Показывает Практика Здесь Очень Извилистые Поэтому Говорить Что Прям Вот Я Все Напрямки Проеду И попаду В гараж Это Пока Будет Наверное Поспешное Достаточно Такое Мое Решение Поэтому Не будем Торопиться Потихонечку Полигонечку Я знаю Что он Где-то Там И Вы Тоже Об этом Уже Знаете Главное До него Доехать Ну Очень Красиво Очень Красиво Все Сделано Ребят Ну Как Говорится Не Придраться Реки Красиво Сделаны Сами По Себе Дороги Красиво Сделаны Лайтовая Грязь Присутствует На дорогах Даже Лайтовую Грязь Автор Здесь Отобразил В принципе Он мог бы Этого Не Делать Я Наверное Уже Тоже Ничего Не Сказал На самом деле Лайтовая Грязь На Дефолтном Урале Пятая Передача На Автомате Я Считаю Вполне Лайтовая Грязь Да Вот Она Дорога Пошла Извилиной И По идее Мы Каким То Волшебным Образом Должны Попать В гараж Еще И Параллельно Зацепим Точку Разведки Что Может Быть Лучше В такой Ситуации Вообще Шикарно Сейчас Я Ее Открою Смотрю На Миниатюрку И Продолжим Наш Путь Косяков Вообще Ребят Не Наблюдаю В плане В воде Чтоб Какие Косяки Были Вообще Ничего Нет Плохого Все Как бы Сделано Идеально Так Ладно Разгружаемся Мы в гараже Я там Прямо Сразу Переведу Время В этом Гараже Мне Урал 4320 Больше Не понадобится Просто После Перевода Времени У меня Останется Там А Я Даже Дозаправлюсь Что Получается До Двух 100 Литров После Перевода Времени Шикарно Вот Сейчас Самое Такое Приятное Время Дня Когда Садится Солнце Краснота Такая Присутствует Очень Многие Делают На этом Фоне Скриншоты И они Действительно Получаются Достаточно Удачные Ладно Я не буду Ничего Скринить Я сделаю Для Привью Другой Скриншот На Другой Машине Которую Я взял Для Обзора Этой Карты Ну Преимущественно Ребят Конечно Обзор У меня Получился Не на ГАЗ 66 Шаман Которую Я в принципе Запланировал Для Данного Обзора А я Время Хотел Перевести Вот Время Перевели Вот А на Дефолтных Машинах К сожалению Вот Ну Ничего Страшного Я думаю Переживем Давайте Ладно Сейчас Посмотрим Что это Вообще Ну Я по моему Раньше Уже делал На него Обзор На этот ГАЗ 66 Да Как бы Здесь Есть Вот такие Колеса Офигенные Увеличенные Колеса Без цепей Недорожные Колеса Ну Давайте Вот эти Увеличенные Колеса Поставим Здесь Можно Какие Крылья Впендюрить Аддоны Какие На крышу Свет Поставить Все Это Функционально Несет Ремку Fire ARK Защита То есть Какая Пожарная Ну Там Огнетушитель Висят Zip Это у нас Запасочка Сзади Ставится Арки Вот Еще Спереди Можно Поставить Офигеть Еще Прожектора Какие А Протектор То есть Защита Очередная Big Fuel Tank Это у нас 300 литров Еще Свет На крышу Ставится Офигеть Офигеть Ребят Ремка Мне Поставится Теперь Да Поставится Вот Это У нас Шаман Ребят Такой У нас Шаман Получился Поехали В эту Сторон Нам Нужно С вами Открыть КамА 65 22 Который Там Где То Стоит Здесь Достаточно Сухая Дорога Кстати В отличии От Дефолтной Шишиги Здесь У нас Присутствует Блокировка Дифференциала Самостоятельная Блокировка Не постоянная Как Дефолтная Здесь Можно Самостоятельно Блокировать Также Подключаем И полный Привод Расход Кстати Небольшой Но и Бак В принципе Тоже 200 литров Бак Всего В этой Шишиге Поэтому Особо Конечно Не поритуешь На тех Или иных Картах Ну вот Смотрите У нас 65 22 Полностью Отремонтирован И Полностью Заправлен То есть В принципе Можете Этим Автомобилем Заправляться Перед Так скажем Поездкой На Пилорам Ну Налицеповал На пилорам Без разницы Так Ну ладно Поехали Впереди у нас Я так предполагаю Брод Вот этот брод Мы точно с вами Не избежим По любому Через него Надо будет проехать Наверное Он будет точно Такой же коварный Как и предыдущие Два Которые определивал На 255 Крайзе Вот Ну На Газик 66 Шаман От Грегор От Грегора Я думаю Будет Несколько проще Это все сделать Даже с полным Приводом Заблокирован Дифференциалом Ребят Расход 9 литров С его Обалдет Посмотрим Посмотрим Сейчас Сейчас Как эта машина Поведет себя В брод Правда Здесь камни Такие Я бы не могу Сказать Что прям Пиздец Какие Харткорные Они Преимущественно Здесь грязевые В отличие От тех Камней Которые Были В предыдущих Бродах То есть Грязевые Камни Они Имеют Свойство Разваливаться Под колесами Я думаю Вы это Сейчас Видите Как они Ломаются У меня Кстати Установлен Мод На Камни По идее В брод Я должен был Проехать На 255 Как мне казалось Более комфортно То есть У меня Они Поведение Камней Более реалистичное Идея Они должны были Разлетаться От колес Вылетать Из-под колес Вот Но этого Не произошло Анимация Красивая Очень красивая Анимация Ребят Самой Шишиги Видно Прямо Как она Кабинка Худуном Ходит Рама Прям Видать Винтом Идет Очень красиво Все анимировано Качественная Шишига Так Ну и Последняя Точка Разведки Честно говоря Ну я так Думаю Да Вот так Каким-то Образом Наверное Не подъедем Так что Держимся Правее Вот этой Дороги Как разведчик Конечно Автомобиль Вообще Обалденный Ай-яй-яй-яй-яй-яй Сорян 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 Блин Задамажился Маленько На 9 Урона Но Так Меня лишили Зарядки От телефона Ладно Это не совсем Тему для обзора Было сказано Но тем не менее Зауронились Но ничего страшного У нас как бы Ремка то присутствует Если что Я подшуманюсь Это не проблема Блин Прытка бежит Она конечно Очень прытка Местами Закапывается Правда Но в целом Неплохо Очень даже Бережка такая Покосившаяся Здесь растет Смотрите Автор вручную Ее между прочим Сюда установил Сделал То есть Это Прямо Очень реалистично Здесь же склон Да И соответственно Березка Тоже у нас Под склон Пошла Да Как я и предполагал Ребят Вот она Точка разведки Сейчас мы с вами Ее откроем И я наверное Отправлюсь На лесоповал Посмотрю Оформление лесоповала И все возможные Пути проезда Вообще Которые только Могут быть Так Открыли мы с вами Точку разведки Ну вот Эта дорога Она Нужна только для того Чтобы открыть Эту точку А в целом Наверное Можно и здесь Ездить Ну Не знаю Не знаю Честно говоря Вот приходится То есть Грузиться Только в этой В этом месте Да Соответственно Ездить через всю Карту Постоянно Для того Чтобы заполнять Пилорам Постоянно Ну хоть и немного Пилорам Всего на всего Здесь 4 Да Вот одна Прям вот она Рядышком Можно сказать Отвесиповала Здесь как говорится Рукой подать Вот Ну при первой же Ребят Входке На Вот эти Дальние пилорамы Я рекомендую С собой Захватить Топливозаправщик Тот же самый 6522 Без разницы Какую вы еще Там машину Куда притянете Без разницы Абсолютно Или же Проезжая Со спавна Уже А со спавна Как топливной заправки Не будет Топливозаправщика Ну короче Вот проехали Через гараж Подзаправились Докуда смогли А потом Поменяли там На второй машине Аддона Берите ее на буксир И смело тащите На заправку Чтоб у вас заправщик Был здесь Не по дороге То есть получается Здесь вы Дозаправляетесь От топливозаправки На заправке Вот Здесь вы заправитесь От гаража А может и вообще Топливозаправщик На хрен не есть Скорее всего Так оно и есть Ладно Давайте доедем До лесоповала Посмотрим Что там на лесоповале Мне еще надо Скриншотик Кстати сделать Высокооборотистая Шишига Ребят В грязи Закапывается На повышенной На пониженной Конечно она Безумно Хорошо себя ведет Вот смотрите Какая повышенная Резвая Грегор ее Достаточно давно Уже сделал Эту шишигу Ну Невостребованный Автомобиль К сожалению Не знаю почему Так то в целом Визуально смотрится Очень даже Все неплохо Вот мы доехали Уже практически С вами до лесоповала Естественно Мы сейчас здесь Посмотрим Что почем Где они Эти козлы Для погрузки Бребен Но чумаза Чумаза Здесь ничего Сказать не могу В плане чумазости Здесь как бы Все в порядке Вот Вот здесь Локация Расположена Автоматической Погрузки Бребен Вот А вот здесь У нас Стоит Один козел А так понимаю А вот и второй На этой же линии Так скажем Вот Два козла Для погрузки Бребен Красиво Красиво Оформлен лесоповальчик Лично мне Очень нравится Зачетно Молодцом Автор Сделал все Очень красиво Да и на этом Я считаю Ребят Можно смело Заканчивать Весь транспорт Разблокирован Гараж Открыт Все точки разведки Открыты Карта Вся перед нашим Носом В целом Могу сказать По этой карте Что Действительно Очень все Красиво Единственное Меня смутило Что только Одна дорога Одна дорога Можно сказать На всю карту Вот этот Вот как бы Вот это Она Вот я могу Сказать Что это Просто проблема Вот эта Дорога Это проблема Ездя по ней Я тоже Я тоже Соответственно Оставлю Сможете Скачать Потестировать Он там И грузится Насколько Мне известно Может А давайте Я не буду Говорить Лишнего Просто Напрасно Проверю И вам Продемонстрирую Так вы скажете Вот я Скачал А он У меня Не грузится Так Ремонт Мы убираем С вами Нужно Установить Я так Предполагаю Сцепку Да И она Есть Вот Сцепка Что мы Можем Здесь С вами Погрузить Так Благодаря Данной Сцепке Благодаря Ну вот Бортовой На 2 очка Как бы Прицеп Это Стопудово Да Только 2 очка К сожалению Вы можете Возить Благодаря Этой Шишиге Да Не более Того Правильно Я понимаю Борты Никакие Не ставятся Ну в принципе Это Такой Больше Автомобиль Разведки Нежели Для Перевозки Леса Так что Ребят Не обессудьте Здесь Только У нас Бортовой Прицеп В таком Исполнении А сюда Вы уж Можете Поставить Ремку Фигемку Ну и Все что Вам понравится Вот Ладно Всем спасибо Большое За просмотр И всем Пока